Приветствую друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбал, это тот самый легендарный киберпанк, в котором мы будем начинать полнейшую загрузку. В предыдущих трех роликах на канале я уже начал за все три фракции, специально чтобы вы могли оценить ту самую атмосферу, сделать свои выводы и, так как у нас все прохождения на канале интерактивные, выбрали бы именно вы, за кого нам следует начинать. И судя по голосованию во вкладке сообщества канала, вы выбрали фракцию внимания корпоратов. Довольно необычное решение, я поверхностно посмотрел на ютубе, большинство каналов начали свое прохождение за кочевников, на втором месте было дитя улиц, ну и за корпоратов довольно немного. Что ж, я очень рад, поскольку, если честно, мне интро от корпоратов понравилось больше всего. Именно оно смогло передать ту самую атмосферу 2077 года, если его вообще хоть как-то можно представить. И я с удовольствием начну за корпоратов, так что давайте погружаться в этот киберпанковский мир. Что ж, поехали! Полностью повторно интро проходить мы не будем, просто покажу создание персонажа. Уровень сложности средний, начинаю снова за корпората и осталось только создать соответствующего персонажа. В этот раз я просидел часа, наверное, пол, кастомизируя персонажа, потому что уже хотел подойти ответственно. И вот такой красавчик у меня получился. Не пугайтесь, мне в принципе он более-менее нравится, без перебора, как мне кажется, по крайней мере. Хотя, возможно, вы скажете, что не очень. Ну, чем не корпорат? Чистый корпорат. Вот так вот. Татуировочка змеи, вот просто в каком-то синдикате он точно у нас состоял. Друзья, напишите, что думаете в комментариях. Мне кажется, я постарался на славу. И особая гордость, это, конечно же, ногти. Здесь у нас в киберпанке с ногтями некоторая проблемка. Бесцветные поставить нельзя. В прошлый раз выбирали черные. Сразу стартовали по дефолту. Были белые. Многие написали в комментариях, что интересная фишка. В этот раз они горящие. Прямо настоящим огнем. Лучшего варианта я, по крайней мере, не нашел. Ну что, друзья, как вам вот такой красавчик? Нравится, не нравится? Единственное, у меня был вопрос по поводу глаз. Хотел показать, какие есть. Я выбрал кошачьи темные. А есть еще кошачьи. Где же здесь находятся эти глаза? А есть еще, друзья, кошачьи белые. Тоже неплохо смотрится. Есть еще вот такие всякие. Тоже можно было варианты. Но мне показалось, что кошачьи черные этому персонажу будет в самый раз. Хотя вот кошачьи белые тоже очень довольно неплохие. Но так вообще просто суровый какой-то взгляд. Корпоративный. Для корпората, короче, точно подходит. В общем, вот такими, значит, с кошачьими черными мы и будем играть. Красавчик, чем вам не красавчик. Все, точно теперь начинаю. Прологом вас больше мучать не буду. А вот с характеристиками давайте подумаем. В принципе, мы с вами должны прокачиваться от корпората. И корпораты должны быть очень умные, как я сказал, и технически подкованы. Технику мне хочется однозначно прокачать. Потому что там будет крафт разных всяких дроидов, насколько я посчитал. Ну, короче, всяких устройств. Мне на это хочется, конечно же, посмотреть. Плюс, плюс, плюс интеллект нужен для всяких взломов и тому подобное. Поэтому техника и интеллект однозначно по очкам добавляем. А вот что еще использовать? Я вот думаю, каким способом мы с вами будем играть? Потому что корпораты это, конечно же, веточка и фракция. Но стиль прохождения будет зависеть именно от наших характеристик и прокачки. В каждой веточке есть свои таланты и умения. Хладнокровие это, к примеру, стелс, скрытность. Реакция это, что тут пассивную? Клинки богомола, скажем так, сила. Но это чисто мясо на пролом, стрельба. Я не очень бы, если честно, хотел. Я бы хотел либо, друзья, либо взломом и стелсом. Либо клинками богомола и реакцией. Возможно, вот так вот, я думаю. Поэтому, наверное, мы прокачаем скрытное передвижение. Урон от моноструны. Моноструна, почему бы и нет. Клинки богомола. Мне вот это нравится. Все-таки мы такой, как типа якудза. Будем еще, возможно, клинками сражаться, если у нас это получится. Короче, чтобы было пропорционально, ни вам, ни нам. А мы вот так вот по одной возьмем и подкинем каждому. Все, 5-5, интеллектуально подкованный по технике. И остальное все по четверочке. Так будет сбалансировано. А дальше уже, как будем развиваться, пишите, пожалуйста, в комментариях. Все, друзья, начинаю я, значит, заново пролог. И с вами мы встретимся уже на той миссии, где мы остановились после нашего вступительного интро. Поехали. Итак, я так понял, прошло уже полгода. Мы тусим вместе с Жеки, и корпораты нас больше не преследуют. Но у нас очередное обучение, я так понимаю, от Милитеха. Давай, хуже не будет. Чтобы, возможно, пройти основы боя. Давайте посмотрим. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подтвергнут оценке. Вот как серьезно. Так, где мы очутились? Мы просто в какой-то реально матрице. Ну что ж, посмотрим, что здесь нам приготовил товарищ сержант. Этот курс разработан для отдачи мне основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выжимать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Мы в Милитехе. Милитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля. Пошел, пошел, пошел. Сейчас ты выложишься на этом фашистском празднике жизни. Короче, я понял. Это девушка, которая взломала эту программу Милитеха и внесла свои корректировки. Понятно, это она хакер, типа. Так, пройти основы боя, да, насколько я понимаю? Ну давайте пригодиться по-любому. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Ну давайте. Берем оружие, взять. Блин, а все, можно стрелять, да? А чувствительность, я не помню, я выстрел или не выстрел. Я знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Ну давайте попробуем. А здесь просто нужно, да, получается. Так, чтобы присесть и спрятаться, нажмите С. Укрытие защитит вас от рожеского огня. С далее. Ну все понятно. Приседаем, да, переходим. Встаем и быстро с ним расправляемся. Вот так. Тихо, 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 тихо. Все, хорош. Перезаряжаемся. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Понял. Реаниматор. Икс, нажмите Икс, чтобы восстановить здоровье. Так, смотрим, у нас 80% или очков. Сейчас сколько будет? А сейчас все 100. Отличненько. Так, что дальше? Если готов, иди в тренировочную зону. Готов, идем. О, смотри. Он решил захватить с собой друзей. Так, понятно. Решил захватить с собой друзей. Тихо, тихо. Давайте это перезарядимся. Блин, а тот меня что, через укрытие достает или что? Ты вообще нормальный? Ты не должен был доставать меня через укрытие. Как так? Я же спрятал. Я в домике, блин. Капец. Это моя кровь или нет? Так, давайте с этим сразу, с ближним. Так будет проще. А потом уже с этим верхним. Блин, стоять бояться. А, я понял. Он достает меня, потому что я был совсем рядышком и близко. Так, перезаряжаемся. И сейчас пойдем в атаку. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Стойте. Хорош. Сделали. Уработали. Идем дальше. Дальше у нас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. То есть, получается, основы боя мы прошли. Ну, в принципе, все нормально. Стандартная стрельба с пресеточком. Ничего сложного, да? Взлом. Давайте потренируемся взлому. Чтобы провести сканирование, нажмите таб. Нажал. Или зажать. Или нет. А вот, что это такое? И. Включить сканер. Походу, нужно держать. Понял. Предметы, которые относятся к заданиям, подсвечены золотым. Просканируйте два таких предмета. Сканер подсвечивает интересные объекты вокруг вас. И представляет о них ценную информацию. Золотым. Короче, сканируем вот это. Сервер. Взрывоопасно. Написано. Что еще золотым? Вот компьютер. Компьютер. Захват сбой. Угрозы обозначены красным. Устройство, которое можно взломать. Подсвечены зеленым. Вот как здесь зеленым, да? Объекты, с помощью которых можно взаимодействовать, очерчены голубым. Вот там, я так понимаю. Чтобы закончить сканирование, отпустите таб. Ну, все, в принципе, понятно. Ну что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства в боевой обстановке. Попробую аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Угу. Так, зажимаем зелененькое. С ним можно, получается, взаимодействовать. Отправьте скрипты кибердека. Запрос F запустить. И... Идет отправка скрипта. Ух ты, е-мое. Нет, нет, нет. Не так? Давай сначала. А что я сделал не так? Я так даже и не понял. Окей, давайте сначала. Попробую аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Ну, пробую. Так, на экран навелись... А, наверное, нужно было выбрать, подождите. Вот так, отвлечение врагов и запустить. Правильно? Взломано точно. Подкрасться к охраннику. Так, подожди, а где присесть? Вот так вот? Или... О, на цешечку. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. По-тихому нужно присесть. По-тихому стелсикам... Ну все, он твой. Устраняй его. Схватил. Вы сами решайте, как справляться с врагами. Иногда достаточно просто оглушить тех, кто вам угрожает. Можно убить на F и можно совершить несмертельное обезврежение. Ну, мы же в тренировке, давайте несмертельное обезврежение. Просто придушили. Понятно. В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Понял, это уже начинается какой-то просто сплинтерселл или хитман. Так, поднимаем, поднимаем, зажимаем. Ну, это дроид, в принципе, можно было его и не жалеть. Или дрон. Оглушевили, убив врага, вы можете спрятать его тело. Это снизит вероятность того, что о вас узнают другие враги. Понятно. Контейнер, мусорка, выбросить. Все, все. Нормально. Прикольно. Хорошо. Чтобы присесть и двигаться бесшумно, нажмите Ц. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. За одно движение? Это интересно. А я вообще присеженный? Присеженный. Так, в приседе вы передвигаетесь практически бесшумно. Схватить. Тихо, тихо, блин. Ну, как ты? Ё-моё, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, нет, нет. Давай сначала. Ну, блин. Я пока думал, за одно движение там просто не было особо выбора. Так, давайте. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Ну вот, а как за одно движение? А, вот, потом появляется. Убить и спрятать тело. Обязать. Так, он в нас стрелял. Мы его точно убьем. Все, убить и спрятать тело. Класс тебе, бак. Мозги вышибли. Троновские твои спрятали тело. Все, отлично. Подойти к окну. Обезвредить охранника. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи. Интересно. Так, быстрый взлом. Позволяет перехватывать управление разными устройствами с помощью скриптов. Зажмите тап, чтобы включить сканер и направьте его на камеру. Зажимаем, направляем на камеру. Контроль камер. Быстрый взлом. Контроль камеры. Отправить скрипт. Нажмите F. Ну, все понятно. Отпускаем. И пошел взлом. Сложные скрипты позволяют вам использовать в своих интересах элементы окружения и даже врагов. С далее. Вы можете взламывать устройство и врагов, даже если уже управляете камерой или турелью. То есть, через нее получается, да? Зажмите тап и посмотрите на одного из охранников. Понял. То есть, мы взламываем через камеру. У вас не хватает очков памяти, чтобы отправить скрипт взрыв гранат. Взлом протокола оказывает эффект на всю сеть. Выполните его, чтобы уменьшить затраты на все скрипты. Короче, нам нужно взлом протокола. Окей. Ох ты. Ё-моё. Для отправки демона Ледокол нужно воспроизвести последовательность его элементов, выбрав их в матрице. Выбранные элементы появятся в буфере. Ну так, а как это делать? Взлом протокола всегда начинается с первой строки. Выберите 55 из матрицы. Выбрали. После выбора элемента станет доступным столбец, которому он принадлежал. Выберите 55. Ага, вот, еще раз выбрали. Теперь БД. Ну, я понял. И снова 55. Понятно. Взрывай гранату. Зажмите тап и наведите указатель на одного из охранников. Отправьте скрипт взрыв гранаты, чтобы одновременно обезвредить обоих. Это прикольно. Так, взрыв гранаты. Да, вот так вот. И что? И он сам себя что ли взорвет? Или нет? Вау, прикольно. Вы посмотрите. Нормально. И друга с собой утащил. Прикольно. Так, чтобы отключиться от камеры, нажмите С. Ты видишь? Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Ну что, отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Только учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Понятно. То есть, мы прошли базовое обучение. Это основы боя и основы взлома. Начинаем или как? Но, есть еще скрытность. Конечно, я хотел бы на нее очень посмотреть, друзья. Возможно, мы будем проходить через скрытность. Мы же корпораты. Так, сначала немного поработаем над твоей скрытностью. Ну, давайте. Чтобы провести сканирование, зажмите ТАП. Все отлично. Чтобы отметить врага с помощью оптического киберимпланта, посмотрите на него и нажмите... А что, нажать кнопку мыши? Да, вот так вот. Понятно. Выделить, выделить. Ну, выделил. Что дальше? Враг, который не догадывается о вашем присутствии, будет жить своей жизнью. Найдите закономерности в его поведении и примените полученные знания, чтобы незаметно пройти мимо. А-а-а. Да? Все, я понял. Смотрите, друзья. То есть, мы их пометили через ТАП и колесико мыши. И теперь я их просто продолжаю видеть, несмотря на любые стены и препятствия. Выйти на полигон. Сейчас выйдем. И по ходу... А, по ходу... Подожди, они не должны меня по ходу заметить, да? Нужно теперь незаметно через них пробраться. Но посмотрите, какой видок теперь открывается. Да, в принципе, Киберпанк можно проходить разными путями и возможностями. Как и было заявлено. Вот там. Тихо-тихо. Прикольно. То есть, можно идти на пролом, тупо всех убивать. Можно работать через скрытность. Можно работать через взлом, якобы. Да? Можно вот четыре человека взять, а... А он меня увидит так. Мне кажется, он в эту сторону развернут. Ой, он палит. Так, если вы попадете в поле зрения врага, у него над головой начнет заполняться индикатор тревоги. Спрячьте, чтобы вас не обнаружили. Но, по ходу, меня уже обнаружили. В укрытие, быстро. Эй, так быстро, куда, я не знаю. Ну что ж, не так и позорно. Теперь мне... Чего? Давай, ты сможешь. Так, где я смогу? Не могу я, блин. Так, короче, я понял. Теперь будем действовать осторожненько. Оказывается, глаз это все же не приговор. Я так понимаю, есть там... Тихо, присядем давай. Секунда или парочку секунд, которые позволят пройти, даже если он нас заметил. В укрытие, все нормально. Смотрите, раз, и глаз. И глаз спадает. Короче, есть это время на реагирование. Так что нормально. Вдвоем чуть не спалили. А этого, а этого, похоже, нужно, друзья, обезвредить. Не высовывайся, Ви. Тихо, тихо, тихо. Стань невидимым. Ох, как мы, как невидимка, как ниндзя еще и обезвредили. Осталось только вот туда дойти. Главное, чтобы этот не спалил. Тихо, тихо, тихо. Еще один. Не спалили. Нормальненько. Дошли. Нет, стелс тоже прикольно. Супер, молодец. В следующую зону. Мне нравится. Тоже мы прям как ниндзя ходим. Теперь то же самое, только с камерой. Блин, я не успел прочитать. Быстро нажал, но я так понял, к камере нужно подключиться, да? Чтобы отметить врага с помощью оптического кибернпланта, нажмите на него. Ага. То есть и камеры можно отмечать. Вражеские камеры, которые могут вас засечь, сканируют пространство с помощью оранжевых лучей. А дружественные с помощью зеленых. Камеры распознают движущих людей, но не засекают шум. А, понятно. То есть можно бегать. Нормально можно бегать. Камеры не работают. То есть мы смотрим, где лучи и просто тупо бежим. Правильно? Она нас не спалит. Тихо. Стоять бояться. Чуть не спалила, я хотел сказать. Но нам осталось только туда дойти. Лучики здесь ходят, не ходят. Побежали. Прошли. Легко. Отлично размялись. Встань на платформу, чтобы выйти из... Окей. Дальше у нас продвинутые приемы боя. И на этом будем закругляться. А, все. Мы уже третье, друзья, с вами прошли. Скрытность прошли. И остался только дополнительные приемы боя. А это интересно. Давайте попробуем. Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бою. Устрани вот этого. Только под руку ему не попадись. Так, ну попробуем. Здесь нет экрана. Просто спрыгнуть и все. Подкрасся. Нажми присесть, чтобы двигаться бесшумно. Понял. Этого тоже нужно бесшумно. Над ним какая-то, кстати, черепушка, блин. Какой-то супер дроид, да? И схватить. Так, а как? Враги, чей уровень значительно превышает ваш, отмечен значком череп. Они быстрее вырываются из вашего захвата и представляют для вас большую угрозу. Будьте очень осторожны, вступая с ними в бой. Понятно. Так, а как его устранять-то? Ну ладно, хватит. Подыщем кого-нибудь из твоей весовой категории. Ага, мне его не дали, да? О, это мой. Чтобы совершить быструю атаку, нажмите левую кнопку мыши, да? И все. Чтобы совершить быструю атаку, нажмите, опять же, левую кнопку мыши. Короче, просто, ох, колбасим, колбасим. Он не живой, его не жалко. Чтобы выполнить комбо из быстрых атак, нажмите, нажимайте левую кнопку до того, как завершилась предыдущая быстрая атака. Я понял. Короче, если попал, бей до конца. Чтобы накопить энергию для сильной атаки, зажмите левую кнопку мыши, чтобы ее выполнить, отпустите левую кнопку мыши. Пробуем, зажимаем, и бьем со всей силы. И вы расходуете выносливость, атакуя врагов. Расход выносливости зависит от типа атаки, быстрая или сильная. Текущий уровень выносливости отображается в виде желтой шкалы сверху экрану. Ааа, не так все просто. Я понял, только обратил, друзья, внимание. То есть бесконечно бить не получится. Аж жаль. Хотя, так реалистичнее, так правильнее. Еще один. Враг поставил блок. Попробуйте его ударить. Поднимем сложность, с низкой до нормальной. Следующий дебил будет блокировать. Следующий дебил, говорит. Быстрые атаки не наносят урона блокирующим врагам. Пробить блок можно только сильными атаками. Ну то есть, понятно, зажимаем, бьем. Видите, блок пробили, добиваем. Все, блин, прикольно, бой сделан. Не-не-не-не-не. Так, чтобы поставить блок, нажмите правую кнопку мышки. С, далее. Теперь сбросим скорость. Надо будет... Вы расходуете выносливость, когда блокируете атаки. Если ваша выносливость упадет до нуля, вы не сможете блокировать. Понятно, короче. Ну то есть, блокировать можно, и все равно выносливость тратится. Понял. Ну я еще пытаюсь отбиваться. Враги могут пробить ваш блок сильными атаками. Но и вы можете пробить их блок точно так же. Но это мы, в принципе, испытали. А если я буду от него бегать? Короче, блин, дроид, слышишь ты. Я ведь и так уработаю. Нормально. Смотрите, валим, валим, блин. Ставим блоки. Не, нифига. Блин, тихо, тихо, тихо. Он тоже может пробивать. Так, враги могут пробить. А где его, кстати, здоровье? Это я не вижу. Мне нужно блок пробить или что? А, нужно заблокировать, друзья, две сильные атаки. Я понял, я только посмотрел на выполнение задания. Думаю, что от меня хотят? Заблокировать две сильные атаки. Короче, просто подержать блок. Ну одну, две заблокировали. Все, отлично, погнали дальше. Повторение мать учения. Чтобы заблокировать удар и автоматически контратаковать, нажмите правую кнопку прямо перед тем, как получить удар. Понял. Этот дебил теряет точку опоры, когда замахивается. Пользуйся этим. Подходи и бей на опережение. Не понял. Парировать атаку? Ну, в принципе, ты подходишь. Я нажимаю правую кнопку. О, понял. Прикольно. То есть в самый последний момент. И... Понял. Прикольно здесь вот. Так, чтобы уклониться в желаемом направлении, дважды нажмите В, Э, А, С, Д. Все понятно, короче. Два раза нажимайте. Опа. Хе-хе-хе. Ниндзя. Этот дебил вообще не должен по тебе попадать. Нормально. Не подставляйся. А как, если вперед? Толку-то нету, да? Так, что дальше? Победите врага, применяя все изученные приемы. Ну, давай. Ну, давай. Опа. Уклонился. И ты у меня не возьмешь. Мне больше нечем у тебя научить. Настало время пройти. И все? Теперь перейдем к холодному оружию. Бери меч. Ооо, это уже получше. Это, друзья, катана. Правда, чувак тоже с катаной. Изученные приемы ближнего боя можно применять с оружием ближнего боя. Например, с катанами. Так, блок ставится. Чудесно. И... А сильная атака? Я не вижу, что сильная атака ставилась. Блин, почему? Я же хотел его резко нажать. Ну, по крайней мере, мы уклоняемся. Что мы еще можем? А мы можем... В момент удара... Да, мы его заблокировали и ответочку дали. Прикольно. В самый последний момент удара. Смотрите, как красиво. Красиво вообще. Порубили в капусту просто. Хорошо, теперь покажи, чему ты научился. Ну, давайте. Перед вами стоит... Вам предстоит победить врагов, уже встреченных во время обучения. На этот раз вы можете пользоваться любым имеющимся оружием и кибердекой. Так. То есть... А... А где мое оружие? О! Можно стрелять, можно убивать. А где враги? Враги-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Мне кажется, с этим будет... О, не-не-не. С типа... Подожди. Будем с каждым? Будем со своим... Не-не-не. Блин, ну я только переключился. Да что ж ты будешь делать, Тай? Как-то я... Переключаться здесь долговато. Я то... Я же хотел с каждым чисто по кодексу чести. Ну вы посмотрите, блин, как ты долго переключаешься-то. Меня этот уже чекрыжит. Подожди. Самурай, подожди, блин. Колесико-мышки, блин. Как неудобно переключаться-то. Вот. Я же хотел с тобой по-нормальному. Ты работа. Я смотрю, ты совсем освоился. Давай на платформу. Давай. Все? Удачи. Ну и в принципе все, да, получается. Теперь мы владеем всем оружием. Ну в принципе мне, друзья, понравилось. Ну как? Понравилось? Можем заняться настоящим делом. И я так понимаю, это уже конец нашего обучения. Вакака сказала, как лучше выполнять этот заказ? Я тебе не мама. Тебе платят, ты думай. Работа легчайшая. Я готов. И дальше нам уже предстоит оттачивать свои навыки в реальной боевой обстановке. Друзья, я понимаю, что серия получится короткая, но я думаю, что мы разделим с вами обучение и уже дальнейший геймплей. Мне кажется, так будет правильнее. Не будем смешивать мухи с котлетами. И мы с вами обязательно увидимся в следующей серии, которая очень скоро выйдет на канале. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. И конечно же, до скорой встречи в новом видео.